В Серпухве активизирована работа с должниками за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании и ресурсники совместными усилиями проводят рейды по квартирам неплательщиков. Так, сегодня, 10 ноября, в домах, обслуживаемых управляющей организацией «Ремонтник», лишились света порядка 30 квартир. Рабочую группу возглавил директор МОСОБЛ ЕРЦ Николай Саламатов. Квартира 21 рублей за должность, практически 280 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. И квартира 28-50 тысяч рублей. Операция «Черная метка» в разгаре. Директор МОСОБЛ ЕРЦ знакомит старшую по подъезду в доме номер 17 по улице Текстильной с информацией о должниках. В этом подъезде их сразу два. Правда, метку нерадивым собственникам ставят не черную. На распределительный щит наклеивается красное напоминание о долге. Мера не популярная, но необходимая. МОСОБЛ ЕРЦ рассылает квитанции не по всему городу, а по трети домов. Долг за жилищно-коммунальные услуги перевалил за 100 миллионов рублей. Общая задолженность всех горожан – 350 миллионов. А это не шутки. Под угрозой стоит отопительный сезон. Управляющая организация не может проводить своевременно ремонтные работы, аварийные работы, в том числе обслуживание газового оборудования, что, соответственно, влияет на качество и безопасность проживания этих самых потребителей. На данный момент наша компания задействовала все рычаги по борьбе с должниками. В том числе мы проводим рейды совместно с представителями энергосбыта и компанией МОСОБЛ ЕРЦ, для того, чтобы стимулировать людей платить свои задолженности. И стимул, надо признаться, действенный – отключение электроэнергии. Правда, всегда найдутся умельцы, которые проведут себе электричество мимо опломбированного монтером прибора. Но тут самим соседям неплательщика стоит проявлять бдительность. Сожженная в квартире должника электроэнергия окажется в общедомовых нуждах и ляжет дополнительным материальным грузом на всех жильцов. А потому о фактах незаконного подключения следует незамедлительно сообщать в управляющую компанию или МОСОБЛ ЕРЦ. Впрочем, в любом случае такое самоуправство будет наказано. Рано или поздно сотрудники ресурсоснабжающей организации проведут проверочный рейд, и тогда на нарушителя наложат немалый административный штраф. Стоит отметить, что отключение электроэнергии никогда не бывает неожиданным. Прежде чем к вам придет монтер с плоскогубцами, вас трижды об этом оповестят. А уж если предупредительные меры не дали результата, пеняйте на себя, останетесь без света. Надо добавить, если долг не будет погашен в течение двух дней, за подключение придется заплатить полторы тысячи рублей. Это в дополнение к долгу. Жизненные ситуации бывают разные. Если совершенно нет денег оплатить накопившуюся задолженность, следует пойти в МОСОБЛ ЕРЦ и попросить рассрочку. Но все же лучше долгов не копить.